Привет! Я тут случайно наткнулся на видео, выводящее на чистую воду сборную России по футболу. Настоящая причина успеха в чемпионате мира. Смотрите сами. А то я думал, им сама землинушка русская помогает. Ну, или ФСБ. А мужик настоящий патриот. Встал на гимн, шапка, накидка и даже одеяло в цветах российского флага. Забавно, кстати, что он перед этим отхлебнул святой воды. Святая бочка. И тут я прочитал комментарий от юзера Мелик и Наткар. Похоже, это пародия на латиноамериканских болельщиков. Крестит он футболистов не по православному справа налево, а как принято у католиков слева направо. Насмотрелся видео. Я сындук. Я не сындук. И тут я задумался, а правильно ли он крестит. И мой мозг взорвало, потому что он как бы крестит не себя, а вдруг оно как, а как вот и куда, и лево, право. И это оказалось сложнее, чем я думал. Во-первых, я залез в гугл. И там можно найти диаграммы и даже обучающие видео о том, как креститься. Хе, как крестятся итальянцы. Марио, пицца, паста, пепперони. Через 10 минут гугления я очухался и понял, что теперь я знаю, что православные крестясь рисуют пентуху. А католики нет. Делайте, что хотите с этой информацией. И еще через 10 минут я выяснил, что Мелик и Наткар не права. Православные действительно крестятся справа налево, а католики слева направо. Но священники и православные, и католические, когда крестят прихожан, кастуют слева направо, глядя от попа. Осталось разобраться, что в каноне православной церкви означает тычок ладошкой в борщ. Во имя отца и сына и святого духа. 5-0. Тут еще можно было предположить, что видос отзеркален, но логотип на ведерке KFC разбивает эту теорию в зародыше. Так что теперь у нас есть железобетонное доказательство того, что это не фейк. Не только, что это настоящий фанат, искренне хочет помочь сборной. Но, учитывая, что последние лет 10 все шутили про то, что сборной России может помочь только чудо, баф удался. И это... Хорошо! А, это видео называется 47-й этаж, стекло 380 килограмм, у крана лопнул трос. Это нормально. Чтобы люди, которые вдруг начали смотреть видео, не прочитав название, понимали, что они смотрят, присутствует замечательное пояснение. Интересно, чем же все кончится? Твою мать! Так, сперва спустимся в описание и убедимся, что никто не пострадал. Так, все живы и здоровы, никто не пострадал. Можно шутить? Пуся! Хорошо, что не упало! Тест на внимательность. Что произошло в этом видео? На дорогу вышел верблюд. Девочки подожгли волосы. На 47-м этаже у крана лопнул трос при подъеме стекла весом 380 килограмм. Правильный ответ. Б. На 47-м этаже у крана лопнул трос при подъеме стекла 380 килограмм. Сколько весит стекло? 380 килограмм. Сколько весит стекло? 380 килограмм. Какой был этаж? 47-й. Правильно. Это я к тому, что если вы не заметили, все это видео облеплено этой информацией. Видимо, это важно. Спроси меня, сколько весило стекло? Сколько весило стекло? 380 килограмм. Спроси меня, с какого этажа оно упало? С какого этажа оно упало? С 47-го этажа. Спроси меня, почему оно упало? Почему оно упало? Потому что лопнул трос. Видал? Как я могу? Я внимательно смотрел видео. Но на самом деле, это видео о трагической потере близкого друга. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. На удивление, во всем видео нет ни одного матного слова. Ну посмотрите, весь этот феерический дамаг, стрессовая ситуация, а он кричит «Костя». Хотя, возможно, это он так ругается. Как мы используем Капюбару, он использует Костя. В контексте этого видео Костя настолько рандомное слово, что в принципе можно было бы кричать что угодно. Гости, гвозди, пицца понеслась! А вот этот кадр приобретает новый смысл при повторном просмотре. Ну, когда мы уже видели, что произошло. Возможно, это снимает тот самый Костя. Костя это не стекло, Костя это камера. Если так, давайте надеяться, что на Костя найдет шлем. Это видео наглядная демонстрация того, как все идет по плану, всего за одну секунду превращается в Костя Как говорится, не говори оп-стоп, пока не Костя Это хорошо А теперь давайте посмор... Этот выпуск вышел благодаря Виталию Голованову Это ты, пререкламируй свои каналы Баклан, ОНР Отдел непаливной рекламы? Действительно, помимо того, что, как многие знают, я соосновал канал Здесь Хорошо У меня есть еще минимум два своих других канала Один канал посвящен съемке видео для Ютуба Ну там всякие советы, рекомендации, немножечко про технику, про звук и так далее А второй, мой личный канал, где там просто такие вложекого формата видосы Около музыкальной тематики, там про тяжелую музыку, гитары, все дела Так что обязательно поцените оба канала, ссылки в описании и будем видеться чаще А вот теперь давайте посмотрим, чем же девочки отличаются от мальчиков На месте, шагом, марш! Левый, левый, раз, два, три Левый, левый, Олег, подстраивайся, не подстраивайся нога Левый, левый, раз, два, три Левый, левый, раз, два, три И так потом всю жизнь Возможно, не тех в армию призывают На месте, шагом, марш! Левый, левый, раз, два, три Левый, левый, Олег, подстраивайся, не подстраивайся нога Как тренер определил, что не строит именно Олег? Это же полный фарш Это как говорить, что в картине босха странное делает кто-то один Как говорить, что в хаосе броуновского движения выбивается именно вот эта молекула водорода Как говорить, что один из цветов радуги более гейские, чем другие В конце концов, как он определил, кто из этих личинок человека Олег? Левый, раз, два, три Левый, левый, Олег, подстраивайся, не подстраивайся нога А если вы успели подумать, что самый гейский цвет голубой То именно поэтому его нет в гейской радуге Даже геи не любят гейство Окей, давайте попробуем разобраться вместе Внимательно посмотрите фрагмент и определите, кто именно тот самый Олег, который должен подстроиться На месте, шагом, марш! Левый, левый, раз, два, три Левый, левый, Олег, подстраивайся, не подстраивайся нога Левый, левый, раз, два, три Левый, левый, раз, два, три Я уверен, что вот этот чувак во всем синим, Дима Вот, смотрите, как он приклясывает Дима, все плохо, не надо скакать Или этот, блин, я не уверен Да тут ни в чем нельзя быть уверенным Левый, левый, раз, два, три Олег, успевай, левый, левый, раз, два, три Богдан, все плохо. Окей, ставлю на то, что это Богдан. У него вроде хуже всех получается. Итак, подведем итоги. Не Олег, не Олег, вроде не Олег, Богдан, Дима. Значит, Олег кто-то из этих. Блин. Кажется, я нашел консенсус. Никто из девочек точно не Олег. Левый, левый. Раз, два, три. Кстати, девочки даже оделись более однородно. Возможно, поэтому им легче ориентироваться. Им просто нужно равняться на черные ноги перед ними, а не вот на вот этот вот цветастый хаос. Левый, левый. Раз, два, три. Дима, все плохо, не надо сказать. Или просто они все индивидуальные снежинки. Они все победители. Но на самом деле все мы, мужики, помним, что мы в этом возрасте специально делали глупые вещи неправильно, чтобы нас не заставляли их делать снова. А девочки, они просто наивные и послушные. Левый, девчонки, умницы. Левый, левый. Ну и да, хорошо, что среди них нет кости. И это хорошо. И как вы знаете, у нас традиционно сиськи в конце бывают. Но сперва спасибо, что смотрели. И если понравилось видео, ставьте лайк, 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 лайк. Если вы вдруг еще по какой-то дурацкой причине не подписаны на этот канал, то, ну, подписывайтесь, как бы давите эту кнопку. Давите в этот колокольчик, в этой дурацкой менюшке, которая вылезает. Выбирайте все галочки, ставьте, чтобы все видео видеть сразу. Тут ребят стараются. И да, конечно же, не забудьте поценить мои каналы. Ссылки все еще в описании. И хорошего вам дня и удачи! И это сиськи в конце.